Приветствую всех увлекающихся в преддверии праздника женского дня. Хочу поздравить всех моих подписчиц, женщин, девушек и тех, кто меня просто смотрит. Хочу пожелать вам от всей души самых важных и бесценных вещей в нашей жизни. Это здоровье, любви, простого человеческого счастья. Чтобы дома царило тепло, уют, близкие, родные всегда, чтобы были рядом, чтобы жизнь была полна радости. Вот наши цветочки нам эту радость доставляют дополнительно. Хочу сделать обзор на магазин. Это в Краснодаре, Люра Мерлен. Там, когда заходишь, сразу попадаешь в царство, в тысячи цветов, разнообразные и листовые, и суккуленты. Чуть позже покажу, что я купила себе. Вот картиночка раздваивается. Близко я показываю цветы с ценами. Цены, конечно, там у них запутаны, развешаны. Нужно читать, проверять, пробивать дополнительно. А в маленьком кружочке, это из телеграм-канала, такой был небольшой обзорчик крупного плана, так сказать. Это все у них там находилось на входе. А суккуленты спрятали подальше. Суккуленты, конечно, какие-то все замученные. Если очень хочется, то можно что-то найти в более-менее хорошем таком состоянии. Но вот эти даже, скорее всего, остались от новогодних праздников. Цены подписаны на лоточках, но люди переставляют. И, скорее всего, будет путаница по ценам. Вот этот я очень себе хотела, сытоза доминута. Такой вид, конечно, у нее был. Полугнилой ствол, мне показалось, отсохшие листья. Покрутилась, не выбрала его. Малышки, вот это прям трехсантиметровые стаканчики. Буквально вот с наперсток эти горшочки. Небольшие черенки. Если какое-то растение заинтересовало, можно, конечно, купить и маленьким череночкам. Но цена 200 рублей. Ну, череночек буквально один сантиметр был. Кактусы, кактусы сами более выносливые. И, мне кажется, они более живучие и выглядели, конечно, получше. Вот цены на кактусы. А цены на кактусы мне показались более приемлемыми. Потому что в некоторых горшочках было 2-3 сеянца. И цена вот в пределах 200 рублей. Можно было себя порадовать. Вот они какие красивые. Вот люблю пушистенькие. У меня есть уже один такой. Вот это цериусы оранжевые. Такие с наростами. Вот такой тоже. Нет, нет, это вот слева. Я себе хотела прикупить. Мой погиб такого цвета. Голубоватого, да, оттенка. Грузони. Грузони все покрашенные. И не покрашенные. Но дороговато. Там в районе 500 рублей. Небольшой. Да, были подгнившие. Но, кстати, пока я снимала, подходила женщина и выбирала. Женщина, работник магазина. Она выбирала такие гнилые, нетоварного вида растения. И убирала их, удаляла. Списывала, записывала. Вот, взяла я один симпатичный кактус. И решила посмотреть, что у него там с корнями. Многие были увлажнены. И кактусы, и суккуленты. Попалось мне вот 400 рублей. Похоже на Нюрнберга. Огромные, конечно, розеточки. Но вид у них довольно-таки печальный. Стоят где-то на стеллажах. Без вообще какой-либо подсветки. Мне их очень жалко было. Мамилярии были. Которые уже были на бутонах. Вот кто там. Это приклеенные сухоцветы. Не очень, конечно, щадяще выглядят. Но люди вокруг обсуждали и хотели купить их детям. Несколько прям пар подходили. И хотели купить деткам в подарок. Вот интересная была красула. Листья мягкие, слегка опушенные, приятные на ощупь. Я не поняла, что это за красула была. Она очень сильно вытянулась. Тоже прошла мимо. Немного было листовых. Сингониум красивый розовыми листочками. Так, плющ. Колонхоя там до гримона уже умирает. Ну, хлорофитумы были. Очень много нарядные. Это у нас плющ и пепперомия, по-моему. Есть на что посмотреть. Если времени много, можно походить, поглазеть. Что-то к 8 марта выбрать. Это, видимо, был более свежий завоз. Вот этот, кто он там, очеток, седум, очень красиво растет. У меня есть хавортия. Вот этот завоз, видимо, был посвежее. И растения выглядели довольно-таки хорошо. Практически не было погибших и вытянутых. Вот микс по 200 рублей. Тоже можно было кого-нибудь ухватить. Да, опять я засматриваюсь на какой-то цириус с голубым оттенком. Вот этими картоночками они еще дополнительно сами себя прикрывают. Прикрывают от света, который мог бы попадать. И тысяча-тысяча было орхидей. Женщины ходили, набирали себе в корзинки, между собой переговариваясь. И давай эту, давай эту. Пойдем посмотрим маленькую. В общем, радовали себя. Как могли. Это были подписаны лютики, потом ранункулюсы. Еще как-то были подписаны одни и те же цветы. А это цветущие колонхоя. Просто сад колонхоя. Очень все красивое. Вот такая нежнятина. Продавалась. И можно ее сохранить. Клубни, кстати. А это, это уже другой магазин. Это Ашан. Здесь растения, мне показалось, были в более таком печальном состоянии. Хотя вот нашла красулы, которые были на бутонах, собирались зацвести. Выбор был немножко пошире представлен. Некоторые экземплярчики меня очень тут заинтересовали. Также вот грузони красавчики. Колобки есть. Крашеные грузони. Интересные. Я не знаю названия всех кактусов. Вот красулка, даже окрашенные листочки. Вот здесь цены как бы на кактусы, да, даже еще более низкие, если, конечно, они подходят. Это Хоя, по-моему, но я в них не разбираюсь. Вот Литопс, Умер или Дентерантус. Также повторяются некоторые виды, что в Леруа, что здесь. Глаза. Наклеенные глаза. Хорошо, что не иголками воткнуты, потому что я видела и такое, что эти цветы или глазки были на тонких иголках. Вот, красивый. Это тоже красула довольно-таки в хорошем состоянии. Пушистые меня все же привлекают. Колобочки разные. Гарнет лотос. Красула очень красивая. Здесь она была немножко потянута, но восстановить ее все-таки возможно, если очень хочется. Просто когда-то я прям Гарнет лотос очень хотела, очень искала. Мне повезло. Получила ее на 8 марта благодаря моим постам, чтобы я хотела из суккулентов приобрести. Это еще было год назад, на 8 марта. Вот, катилидон пушистыми листочками и красной каймой. Малыши тоже в 3-х сантиметровых горшочках, стаканчиках. Это непонятно что. Или собираются сделать, или что-то уже растормошили. Флорариум какой-то. Малюсенькие горшочки. Такие сантиметров 6, наверное. Это вот отдельно поставили такие. Там скидка была, но тоже очень-очень недешево было для таких уже потерявших стимул к жизни растениям. Вот тут симпатичные, всего 189 рублей, 5-сантиметровые стаканчики. Это 3-х сантиметровые снова. И снова в них малюсенькие череночки. Есть что выбрать. Даже вот была фенестрария. Также тут еще будет фаукария в цветах. Я не стала такое покупать, потому что и фенестрария у меня очень сильно уже разрослась. И фаукария у меня есть. Красивый калои. Он, конечно, засушен был. Вот другой вид катилидона. Кто-то уже отправился на радугу. Здесь их не сортировали. Вот, кстати, эуфорбия какая-то была красивая. Да, вот осыпаются листочки. Никто здесь ими не занимается. Они стоят тоже на входе. Далеко ходить не нужно. Люди, пока я все снимала, обращали внимание на эти стеллажи. Слышала такое мнение, что ой, мне за ними ухаживать некогда. И такие, что они вообще... Принесешь домой, они погибают сразу. Я уже покупала, выкидывала. Ну, конечно, у людей опыт разный. Вот, казалось бы, яркие кактусы-грузони, но они окрашены и свой цвет не сохранят. Будет расти макушка зеленая, а краска будет слазить. Кубик фрост, такой красивый, нарядный. Что там, калан, ой, это алоэ красивое, такое зубастенькое. Разные мамеляри. Это прямо как Скорпио. Эхиверия Скорпио. Вот, вот такие малюсенькие были стаканчики. Глаза, конечно, разбегаются от ассортимента. Я долго-долго не только снимала, но и рассматривала. Вот это классная хавортия. У меня такая есть. Тут была в хорошем состоянии и со стрелочкой даже. Опять я вернулась к этим красулам, которые хотели свистеть. Вот, у меня такой кактус есть, который вот в центре с желтыми колючками. Это красула Атра Пурпуре. Зеленая вариация. Тут я делаю контрольные снимки тех, кто мне понравился. Я же обещала показать, кого я все-таки выбрала. Как и обещала, это мой улов. Они тут у меня стоят вообще в отдельной комнате. Потому что растения из подобных магазинов нельзя добавлять быстро в основную коллекцию. В основном зараженные растения в магазинах бывают. И чтобы обезопасить свою коллекцию от неприятных сюрпризов, это сначала нужно обработать. В отдельном видео я покажу более подробно каждое растение. Каждое вытряхну, обработаю, обязательно отправлю на карантин. Вышло солнышко, очень приятно. Постараюсь так на солнышко снять. Это опунция ретикулата кобра. Маленькую эуфорбию я там подобрала среди стеллажей. Редкая опунция. Красиво растет. Тот имеет рисунок на своем тельце. Это котеледон. Я уже однажды покупала котеледон с такими круглыми листиками. Но листья стали расти тонкие и длинные. Оказалось, что это был котеледон октопус. Вот так у меня был такой случай. Это гибрид эхилерии порпузорум. Надеюсь, она не превратится в стандартную обычную порпузору. Вот это повреждение, скорее всего, от колючек. Такие глубокие дырочки. От колючек с рядом стоящих кактусов, я так думаю. Взяла грабтопиталум. Название буду выяснять. Уже мне в телеграмме похвалились. Дали советы, что он красивый, неприхотливый. Быстро растет. Добавила девушка фотографию. Я посмотрела, какой он красавчик. Вот эти его длинные отростки на листьях. Они красного цвета. При должном уходе, конечно. Вот этот показывала его на видео. Это седум. У него есть название. Я уже нашла. Нераспространенный седум. Похожи листья на седум нузбаумера, но у него они расположены в стороны больше и более прямые. Эти изогнуты кверху. Кончики, как у дозефилума, окрашиваются, но имеются ребра и будет налет. Вот такой симпатичный, румяный седум. Интересно посмотреть, какой он будет, когда подрастет. И седум хернандэнзи, хернандэзи. Хернандэзи. Похож на мой любимый седум фурфуроцеум, но этот более крупный. Листья больше. Стволик у него слегка опушенный, там коричневый. Небольшие пушинки. Вот этот листик был с повреждением. Всех вытряхну. Покажу в отдельном видео. Подписывайтесь, чтобы посмотреть, что будет дальше. Как я их обработаю, как я их пересажу. Покажу, чем обработаю. Потому что на стеллажах я видела и мучнистого червеца. Хоть он был и вдалеке, но все равно растения переставляются. Стоят вместе. Заражение друг от друга все-таки возможно. Других каких-то насекомых видела. В общем, от сосущих, от ползающих, от всех обработаю. Болезни я не вижу. И все равно буду держать их отдельно от своей коллекции подольше. Всем хорошего праздника, хорошего настроения. И не забывайте радовать себя такими спонтанными покупками. Хоть здесь и нет никаких моих хотелок. Хотя нет, вот это моя хотелка. Остальные все были просто куплены спонтанно. Чуть-чуть прибавилось, хотя стеллажи уже полные. КОНЕЦ